Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио, учебники История Азербайджана, 5 класс Параграф 30. Разделение Азербайджана Между азербайджанскими ханствами часто происходили распри, войны. Это создавало благоприятные условия для нападения наземных врагов. Некоторые дальновидные ханы старались объединить азербайджанские земли в единое государство. Политика объединения азербайджанских земель, проводимая урмейским, шикинским, карабахским и губинскими ханствами, потерпела крах. Вражда между ханствами и вмешательство соседних государств препятствовали образованию единого государства. Воспользовавшись этим, царская Россия начала проводить в жизнь план захвата азербайджанских земель. Этот план был подготовлен еще в начале 18 века российским царем Петром I. Но в то время наш народ, возглавляемый надир ханом Афшаром, изгнал из страны захватчиков. План захватчиков не осуществился. Это объясняется сплоченностью народа, наличием в то время единого государства. В начале 19 века, в Азербайджане, уже не существовало единого государства. Это, создавало почву для захвата, азербайджанских земель России. Мелкие ханства, оставшись один на один, с мощной армией Великой Империи, были захвачены, одно за другим. Чтобы предотвратить оккупацию, гаджарское государство на юге Азербайджана объявило войну Российской Империи. Но, благодаря численному превосходству военных сил и оружия, Россия одержала победу. 12 октября 1813 года. В селении Бюлистан, в Карабахе, между государством гаджаров и Российской Империей, был подписан мирный договор. Тем самым, было положено начало разделу азербайджанских земель. Гинжинской, Горобакской, Шикинской, Шамахинской, Бакинской, Губинской, Дербенской, и Ленкеранской ханства Азербайджана, были, захвачены, Российской Империей. Наш народ, и страна, оказались разделенными. Началась, череда трагедий, акций геноцида, в истории нашего народа. В истории, существовало много, несправедливых договоров. Но самым несправедливым, жестоким среди них, был, Бюлистанский договор. Разделение нашего народа, и наших земель, означало разделение всей нашей истории, радостей, и печалей, судьбы, и древнейшей культуры целого народа. Как вы отделили мясо от костей, сердце от тела, душу от мощей? Кто дал вам такое право? Кто пригласил вас на нашу землю? Бахтияр Багабзади. Из поэмы «Гюлистан». После Гюлистанского мира, Российская Империя, собиралась захватить новые земли. Ее целью, было завоевание древних азербайджанских земель. Нахчевана и Ирявана, в том числе, и других южноазербайджанских земель. Государство Жигаджаров, и ряд азербайджанских ханств, хотели освободить захваченные земли. Народ не хотел мириться, с иноземной оккупацией своих земель, он оказывал врагу упорное сопротивление. Все это, в итоге в 1826 году, привело к новой войне, между Россией и государством Гаджаров. Первый период войны, был успешным для государства Гаджаров. Гинджа, и часть других территорий, были освобождены. Однако, превосходство в военном снаряжении, и численности войск, дало возможность русским, добиться перелома в ходе войны. В 1827 году русские войска, захватили Нахчеван, и Иряван. Войска Гаджаров, отступили назад. Русские войска, воспользовавшись этим, перешли Арас, и захватили Тибриз, Урмию, и Ордебиль. Одному из русских генералов, был дан приказ, захватить библиотеку, из гробницы шейха Сефи, в Ордебиле. В библиотеке, хранились, бесценные редчайшие рукописи. Генерал понимал, что вывоз рукописей, вызовет гнев народа. Поэтому, он прибегнул к хитрости. Сначала генерал решил, выказать свое уважение к мусульманам, и их святым местам. Он подарил гробнице, большой красивый ковер. Его тут же, разослали на полу в гробнице. Потом, он пригласил к себе влиятельных, религиозных служителей. Он сообщил им, что, для воспитания своих мусульманских подданных, царское правительство, нуждается в книгах, знаменитых ученых Востока. Поэтому, он попросил разрешения, на отправку в Петербург, части библиотеки шейха Сефи. Генерал обещал, что после снятия копий, эти книги будут непременно возвращены назад. Книги, под охраной русских солдат, сначала были переведены в Тифлис, а оттуда в Россию. Те, кто отдал эти книги, а также простые люди, слышавшие об этом, искренне верили, что после снятия копий, книги будут возвращены. Долгое время они не понимали, что это, было просто уловкой, грабежом. 10 февраля 1828 года в селении Туркменчей, в Южном Азербайджане, был подписан мирный договор. По договору, Нахчиванскую и Ереванское ханства, перешли под управление России. Разделение нашей страны, и народа было официально узаконено. Все земли Азербайджана, севернее реки Арас, были захвачены Россией. Наша родина, потеряла свою независимость. Туркменчайский договор, разделил, не только нашу родину и народ. Он положил начало дальнейшим трагедиям. Царское правительство, для создания себе опоры, начало переселять на азербайджанские земли армян. 21 марта 1828 года. День Навруз-Байрамы. Указом царя на землях Нахчивана и Еревана, была создана вымышленная, армянская область. Таким образом, было вознаграждено предательство армян против нашего народа. На территории Риванского ханства, древних азербайджанских землях, была заложена основа, армянского государства. Главная причина разделения нашей родины. В начале 19 века, между двумя империями, заключалось в том, что в то время, у нас не было единого государства. Наш народ, не мог сплотить свои силы. Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашим самообразованием Аудио, учебники Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.